Всем привет! Вы на канале GameDob. Это игрушка The Final Station и в прошлом видео мы закончили её проходить. Но в этой игре есть дополнение DLC. Если мы до этого играли, мы ехали на поезде с вагонами, то сейчас в дополнении DLC мы будем ехать на машине. И у нас будет уже сюжетная линия, история другого человека. Но это жизнь, параллельно текущая с основной сюжетной линией. Короче, в этой вселенной где-то мы ехали на поезде, а сейчас в это же время мы будем ехать на машине. Давайте нажмём DLC и начнём проходить дополнение к этой игре. The Final Station игрушка шикардос просто. Ой, не успел прочитать, что пока говорил, что-то там... Ой, пока я ещё так говорил, он там тоже что-то сказал, я даже не успел прочитать. Как видим, даже у нас что-то поменялось. Здесь какая-то вода, еда и бензин появился. В оригинале такого не было уже. Снизу аптечки, хп, патроны. Тоже как бы... Снизу ничего не поменялось. Рафика тоже не поменялась, музыка тоже не поменялась. Всё как было раньше. Так, мы будем сейчас ехать туда-сюда и исследовать этот мир. Так, вода, воду, но... Да, нашли мы воду. Почему-то появилась галочка. Это многоэтажный жилой дом. Это подъезд, почта висит, почтовые ящики. Ещё жив. Ага, я в плен взял этого черномазого... Этого пришельца. Точнее, не пришельца, а заражённого человека. Который превратился, не поймив что. Ооо! Тут целая-целая тактика. Газ, фуд, H2O. Вот моя машина. Я понял. Сейчас мы найдём воду, найдём еду. Найдём бензин, сядём в машину и поедем. Я всё понял. Классно. Я понял. Ага. Заклинило, выйти не могу. Так, чего здесь у нас? Ой, с кулака. Блин, у него бита, оказывается, есть. Но бита Маус 2, Маус 1 он ничего не делает. Я же не знал, что у него бита Маус 2, а не Маус 1. Потому я потерял пол ХП даже больше. Печаль печальная. Отталкиваясь от этих фактов, я строю своё предположение, что участники совета – лишь подставные лица. Я знаю намерения и планы Вермонда у Айта. Предполагаю, что у него должна быть серьёзная причина, чтобы скрывать их настоящие имена. И это тревожит меня больше всего. Кто эти люди? Если ради них самому Вермонду Уайту пришлось пойти на обман. Так, это уже первая зацепка к сюжету. Пока что мне особо ничего не понятно. Морган. Пока что мне не понятно. Думаю, потом разберусь. Морган, Морган уже мёртвый валяется. Но мы его смогли обыскать. Так, всякие... О, аптечку нашли, это хорошо. Так, здесь тупик, но... Упс, да. Я так и знал, что здесь можно проломать стенку. Я догадался. Так, какой-то зирвак. Так, здесь компьютер на столе стоит. То есть на... На... Блин. На полу лежит, а не стоит. Даже если полиция нагрянет с облавой, в квартире они ничего не найдут. То есть как? Все данные хранятся у нас на сервере. Неплохо придумано. Сейчас передам шефу. И спроси насчёт прибавки. Ну вот зирвак, который мы проходили. Это, наверное, про данный зирвак и... В этой переписке и говорилось. Так. На балкон мы тоже можем выйти, но на балконе ничего интересного нету. Так, здесь какая-то ленточка. И за дверью, наверное, будут эти чёрные... Не, никого нету. Джек. Ты дома? Ты, наверное, дружбан его. Сейчас мы будем Джека убивать. Нет, Джека нету. Походу кто-то здесь уже покопошился. О, ещё ноутбук стоит. Передача данных 100%. Угу. Он свалил и всё же данные какие-то там успел перегинуть. Вот и Джек тут. Мы его, короче, убили. Так. Ага. А здесь стенка не пробивается. Ладно. Погнали наверх. Ничего. Ничего. Есть кто живой? Ничего. Какая-то книжка. Фантомные символы новой веры. Римус Вуз. Я думаю, это реальная книжка, реальный писатель. Возможно, те, кто придумывали эту игру данной книгой, как-то себя вдохновляли. Вот так вот, мне кажется. Так, здесь шмоточки висят. Здесь ванная. Здесь какой-то зал. И какая-то записка. Орден пришествия. Ну нифига себе. Наша страна прошла через множество лишений, как уверяет правительство, по причине враждебного вторжения извне. Однако, если враждебного, то почему мы с вами живы для грядущих испытаний? Ответит вам Римус Вуз, глава нашей школы. Для испытаний нашей веры. Ибо для этого и пришли наши спасители, чтобы создать новый мир. И, а, на основе новой веры. Вот так вот. Еще одна секта. Так, и где же нам найти еду? Наверное, вот последняя комната. Гарри, мы дома. Во, холодильник, мы нашли еду. Сейчас мы убиваем этого Гарри. А вот и Гарри. Алло, чувак. Поехали со мной. Ну, слава богу, ты еще жив. Какого черта там происходит? Они вернулись. И нам пора делать ноги. Ты со мной? Взять, уйти. Взять, взять, конечно. Смотрите. А вот в этой части, в DLC, в дополнении, не только высвечиваются сообщения, то, что нам другие говорят. Здесь еще то, что я говорю, тоже высвечивается, и мы тоже можем почитать. Если просто вы в Final Station, мы там сами додумывали, что нам нужно делать. Нет, мы сами додумывали, что мы говорим, основываясь на том, что нам отвечали. И это было реально прикольно. Это была главная фишка. Здесь эту фишку почему-то решили не использовать. Мы спокойно читаем диалоги других, и спокойно читаем свои диалоги. Почему разработчики отошли от начальной идеи? Непонятно. Идея была реально крутая. Спасибо этому. У тебя фантазия работала, когда ты играешь. Ладно, погнали отсюда. Все, в тачку садимся, пора в путь. Дрым-дрым-дрым-дрым-дрым. И тут еще тачка такая прикольная. Не знаю, что это за тачка. Я не разбираюсь. Ну, может, какой-то мустанг. Крафт, лечение. Что можно крафтить? А, ну, патроны, аптечка, как обычно. Ты не мог бы сделать музыку потише. Заткни сигаре. Да, музыка включается, включается. Но тут музыка такая грустная. Это не радио какое-то. Это просто какая-то грустная музыка. А волна никак не меняется. Одна волна и просто грустная музыка играет, и все. Ничего интересного. Так, вот мы подъезжаем к нашей первой точке, к нашему первому городу. Блин, да здесь некоторые диалоги так быстро белькают, их даже не спевая прочитать. Я понимаю, что не супер там читок. Но реально... Ой, блин. Ой, блин. Вон, патроны я вижу. А, то еда лежит. Ну что, будем биться, наверное. А, битые нормально не убиваются. Тво. О, еду забрали. Первый город. В первом городе же кучу-кучу этих... Ого! А таких еще не было у нас. Мы его, это, побили. Он упал. И начал там ползти. Таких еще чудовищ мы не встречали. Это что-то такое новенькое в этой игре. Так, там вроде бы был поначалу люк, шахта. Попробуем мы ее сейчас спуститься. Если вообще можно. Да, можно. Что у нас здесь? Проверяем. Нет, здесь тайника нету. Эти бочки не разбиваются. Так, вода. Ох, нифига. Си... Есть маленькая проблема. Найду припасы и вернусь, короче, он говорит. Есть одна проблема. Когда он бьет битой, он вперед движется. Да. Нужно бить и отходить назад. А не просто бить. Все, я понял. Так, давай, давай. Вот, да-да-да, я понял, понял, как эта бита работает. Сейчас, забираем эту еду. Все, я понял. Бита удобная штука. Только нужно научиться ей работать. Да-да-да. Так, вода. Так, давай. Они ползают, блин. Такого раньше точно не было. Отлично. Я, наверное, выпью аптечку. Потому что у меня хп мало. О, так это какой-то кинозал. Кино смотрят, чуваки. Так, что здесь пишется. Текущий сеанс. Возвращение Стража 2. Последний бой. Драма, фантастика. Режиссер Алан Крид. Длится 142 минуты. Ну, оно взорвется или нет? Какой прикол этой бочки. Наверное, этой бочкой можно было всех взорвать. О, один зритель сидит. Сэр, постойте. Возьмите меня с собой. Прошу вас, пожалуйста, возьмите меня с собой. Он очень хочет со мной поехать. Мне не выбраться отсюда одному. А сколько в машину помещается людей? Явно немного. Ладно, взять. Я чувак добрый. Возьмём его. Городок небольшой. По идее... По идее, по идее, нам только бензин найти. А где этот бензин искать? Ну вот, как бы, канистра. Точнее, бочка с бензином. Да блин, куда ты взялся? Да шо ж такое? Не ноги... Я ещё не научился. Я забыл ещё про этого чувака. Я ещё не научился пользоваться оружием. Битой своей. Так, а как мне... Какая-то загадка здесь. Как-то нужно... А я с бочкой смогу подняться наверх? Может, нужно бочку до машины донести и этой бочкой заправить машину? Даааа, это печаль. А сюда можно пойти? Ааа, ещё в эту сторону пойти можно. Есть кто дома? Блин, если сейчас я какого-то встречу, с большой вероятностью я сдохну. Семья Дерби, холодильник, плита, диван, кровать. Семья Джонс, тумба две штуки, шкаф две штуки. Тут две семьи, да? Блин, я бы сейчас нашёл бы аптечку, я бы сразу бы её воспользовался. Фух, убил, убил. Это было сложно, реально было сложно. Вот, походу... Здесь стояла тумбочка, здесь стоял шкаф. Их уже нету. Тумбочку и шкаф украли и убили хозяина. Люблю выбивать окна. Хоть что-то интересное в этой игре есть. Не, я шучу, конечно. Игра вообще бомба. Такая очень атмосферная. Блин! Хух, повезло, что не с самого начала. О, этого чувака я убил. Не забыл я... Ну, забыл, но я успел быстро сориентироваться, чтобы не сдохнуть. Так, понятно. Найду пропитание и двинусь дальше. Понятно, понятно, понятно. Здесь всё собираем. Сейчас сюда поднимаемся. Блин, реально, дополнение DLC, оно сложнее. Так, я помню, тут дверь есть, чувак. На, на. Есть, готово. Побежать дальше. Так, что делать здесь? Хай, возможно, они в одну сторону уйдут. Камон, камон. Что сделать? Ага, одного убили. Хух, это нормально. Ни хоть это не ползут, когда убивают их. Отлично, отлично. Отлично, отлично. Хух. О, вот эти ползают. Они высокие и глазастые. Даже когда умирают, у них всё равно глаза сверятся. Какой-то склад, но на этом складе мы ничего взять не можем. Это обычные. Они просто умирают и всё. Это лёгкие. Во, мы нашли бензин. И ещё один трупак. Этого тоже убью. Дороги дальше нету, понятно. Тогда бежим обратно. Там ещё проверим один домик. И там, кажется, у нас ещё две комнаты осталось, где мы не побывали. Ну, в принципе, мы собрали всё, что нам нужно. По факту мы можем отсюда уже сваливать. Так, чисто-чисто для интереса. Сейчас мы туда сходим. Тут же можно пособирать всякие ништяки. Так, это чувак противный. Блин, он зацепил меня как-то. Ну, трындец, короче, ребята. Тупо трындец. Всё. Сейчас ещё туда, в самый крайний домик сходим. И мы отсюда поедем. В поисках пути. Это он, по идее, меня убил. Так, ну тоже можно спуститься, но... Эээ! Нет! Нет, нужно по кругу обратно идти и всё обходить. Так, я обошёл и... Вот что нужно было только проверить. Вот этот непонятный дом. Наверное, форма этого дома примерно такая. Судя по тому, что я вижу, это ветряная мельница. Вот типа лопасти висят, которые от ветра крутятся и вырабатывают электричество. Всё, садимся в тачку и мы отсюда уезжаем. Я так понял, здесь как бы задача в каждом городе, в каждом поселении, на каждой нашей остановке найти воду, еду, бензин и ехать дальше. Вот так вот. Погнали. Всё, готово, можно ехать. Меня зовут Джесси. Питер. Спасибо вам. Да, no problem. Я уже не мечтал, что кто-то придёт на помощь. Сейчас каждый сам за себя. Так, слушай сюда, Джесси. Я здесь не для спасения людей. Если ты не умеешь делать аптечки или патроны, то дальше следующего города не увидишь. Я понятно объясняю? Да, сэр. Вот и отлично. Ладно, нажимаю на эту кнопочку и мы приезжаем в следующий город или на следующую станцию. И вот мы на месте. Как мы видим, здесь нам тоже нужно найти воду, еду и бензин, чтобы ехать дальше. Смысл понятный. Приехали, залутались и поехали дальше. Исследовать эту станцию мы будем в следующем видео. Так что на этом, ребята, всё. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Па-па.